всех приветствую всех с наступающими праздниками хорошо вам отдохнуть вчера короче друг звонит говорит Саня игру тебя взял он говорит что за играл у тебя она давно была в плейлисте была потом ты ее почему то удалил но я уверен тебе игрушка понравится в итоге скидывает вот эту игру Джамджет Рекс я игра Саня ее мое я почему ее удалил из плейлиста то ли акция была то ли я демку скачал уже не помню но я поиграл мне управа кривая да жуйте просто играть невозможно и что-то мне еще не понравилось да где-то месяцев 7 назад я попробовал ее расплевался и удалил ну вот не помню только как играл то ли с клавой то ли с геймпада давайте посмотрим может быть мое мнение изменится ну радует то что есть локализация большой плюс хотя блин в детстве мы на такое не жаловались то же самое господи того же самого там Верри Вульфа допустим проходили с китайскими иероглифами ничего ж не случилось финал мишн то же самое мой любимый я именно визуально получал сюжет с помощью картинок а так все было на какой то там японский или китайский так ну конечно легкий в м ну чак вот точку чай за как раз как не визуально конечно а может не управлять не понравилось но тот уровень насколько я помню это даже до старта это как бы разогревчик такой то есть там может сесть и свалить на этом чеки надеюсь а монетки опять собирать ну ладно чай какашку какашки монетки вот сейчас насколько я помню будет обучалка надо ой 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 а че там спуск с было написано а понят чай вот эта анимация гибели конечно прикольно ух ты там по можно было дальше пройти это я немножко поспешила так какая таблица лидеров так что то есть чрезвычайная ситуация в прошлый раз кстати не было по моему перевода ну сюжет больше комичный так скорее он нужен только для галочки 2 на выбор на попробуем вот это так а в него врезаться можно так вот вот на них В колючках тоже жизни тратится. Нельзя во время полета два раза кей нажимать. Блин. Так, чё там? В, ракета. Да. Не, ну вроде стандартный платформер. Но я бы предпочёл больше врагов, меньше ловушек всевозможных. Я никогда не любил вот эти все препятствия, ловушки, облетать вот эти шипы, чтобы не коснуться, но муторно. Может быть, кому-то, конечно, такое нравится, но лично я не фанат. Хотя, ну, визуально эта игрушка выглядит симпатично. Посмотрю ещё уровень, дам игре ещё шанс. Не знаю, буду я играть в дальнейшем её или нет. Игр-то ещё сейчас и так дофига. Я вам себе по акции, когда на «Звёздные войны» была скидка, взял всякого разного. Ну, в своё время хвалили экшены во вселенной «Звёздных войн», то есть в танчики. Я взял подборочку. Ну, они такие ещё из лохматых 90-х. Ну, вроде интересно. Поэтому я говорю, что игр куча в этого динозавра, хрен знает. Ой-ой-ой, опять совершил ошибку. Ту же самое. Ладно, жадность. Кстати, музыкальная сопровождающая не особо, если честно. Так, L, 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 лазят, он. Надо прям, прям так перед ним это делать непосредственно. Спешил. Подожди, подожди, подожди. Чё-то я не понял. Ага. Думаю, хороший. Не знаю, как по мне эта игрушка не особо. Ну, может быть, с любителем преодолевать всевозможные препятствия. Причём это делать так, размеренно. То есть, не как там, не бой, там, на скоростях. Вот. А тут, как бы, больше времени подумать. Ты можешь сообразить, как вот эту ловушку обойти, как вот эту. Те, кому нравится такое, плюс ретро-стиль, старые платформеры, платформы 16-битные а-ля Sega. Те, может, и придётся по вкусу. Ну, я люблю нечто иное. То есть, если это ретро-игра, ну, псевдо-ретро-игра, то, что там должны быть враги. Герой стреляет, прыгает, платформы. Ну, классика. Классика. А это... Не знаю. Спасибо, конечно, другу для подарок. Всегда приятно их получать, но не пришёлся по вкусу, будем честны. Ладно. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи. Ещё раз всех с наступающими праздниками. С днём Великой Победы. Пока-пока.